Вы знаете, в последнее время я сталкиваюсь с разными людьми в нашей общине, не только в нашей общине, я вижу, что как-то по-особенному людям тяжело сейчас. Вы не заметили такое? Может быть, это как-то связано с погодой, вот то, что было у нас, такие гололеды, какие-то тучи постоянно висят. Может быть, это связано с какими-то духовными тучами, которые вокруг людей как-то скапливаются. Но в любом случае, ты общаясь с человеком, ты понимаешь, что люди выживают, вот просто выживают, вот как-то пытаются склеить скотчем свои отношения друг с другом, какие-то, вот просто, знаете, не хватает на хлеб иногда, не хватает, где голову преклонить, и непонятно, что происходит. И фактически, когда мы доходим до конца недели, добираемся в общину, нам просто хочется как-то выдохнуть и сказать, а теперь дайте нам, пожалуйста, что-то хорошее, накормите меня, пожалуйста, дайте мне что-то такое, чтобы мой дух радовался, потому что в это время радоваться очень сложно. Вот я хочу просто спросить, скажите, кто переживает радость в своей жизни? Переживают люди, да? А кто не переживает, можете не поднимать руки. Я ж... Это такой, знаете, как бы немножко интересный вопрос. Кто не переживает радость? Я вам скажу честно, ну не переживают люди все радость. И вообще, возможно ли переживать радость постоянно? Да? Кто-то говорит, да. Кто думает, что можно радость переживать постоянно? Несколько человек думает. А я думаю, что очень сложно переживать радость постоянно, правда? Так же само, как и мир. Вы переживаете мир наполнения шаломом в своей жизни? Да? Кто переживает шалом, признавайтесь? Ну какие вы молодцы, те же руки. Почти, почти. Есть шалом, а есть почти. Вот мне нравится вот этот комментарий. Паша, молодец. Итак, на самом деле, друзья, это очень важный вопрос, потому что периодически я слышу такие, вот знаете, как бы воззвания о том, что верующий человек — это радующийся человек. Слышали? Аминь. Это правда. Ну, в идеале. Но только это как-то не про тех верующих, которых я знаю. Потому что очень часто верующий человек — это унылый человек. Очень часто верующие — это переживающие определенную внутреннюю, ну как это сказать правильно, ну, смущение внутреннее, внутренняя такая, знаете, потерянность внутреннюю, определенную депрессию. Это верующие люди, это хорошие люди, это люди, которые не грешат перед Богом. Понимаете, да? Что есть такое состояние, когда человек грешит, и поэтому у него что-то происходит такое плохое. А есть просто что-то происходит, что-то такое вот, ну, как бы находит на жизнь человека, и ты не знаешь вообще, где это радость, а где это мир. Бывает такое, что ты общаешься с верующим человеком, а он беспокоится постоянно. Встречали таких, да? Может, вы один такой человек. Я понимаю, какое это бывает состояние, такое навязчивое беспокойство, навязчивое беспокойство. Вдруг все пойдет не так, надо приготовиться, надо закупить там воды, соли, спичек, мыло и все, что нужно. И надо куда-то бежать, куда-то звонить, куда-то переезжать. И какое-то такое состояние вообще очень-очень сложно. Тем не менее, смотрите, друзья, давайте мы посмотрим в Писание немножко, что там вообще говорится об этих состояниях, о радости, о мире. Давайте посмотрим знаменитое место, филиппийцам 4.4. Я думаю, что в любом книжном магазине христианском есть такая наклейка, правда? Что там написано? Там написано «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь». Вот ты наклеил, и ты думаешь, что ж я так не радуюсь. Там же написано «Радуйся», да? Радостный ты должен быть. Это Новый Завет. Если мы посмотрим в Танах, то часть, которая называется Ветхим Заветом у нас в Библиях, там написано, например, в Псалме 96-12 стихе. Давайте посмотрим. Показывают что-то, да? Показывают. Псалом 96-12. «Радуйтесь, праведные о Господе, и славьте память святыни Его». Вы видите, какие слова здесь используются? Повелительное наклонение. То есть тебе не просто как бы рекомендуют. Друзья, дорогие, я вам рекомендую радоваться. Это полезно для жизни, здоровья, костей. Там говорят «Делай это». Паша вот всегда радуется. И вы знаете что? Есть чему поучиться. Потому что вот как раз у него есть много причин не радоваться. Понимаете, да? Но он радуется. И это хороший наглядный пример, о котором мы сегодня поговорим. Итак, смотрите. Если мы говорим о радости, если мы говорим об этом внутреннем состоянии радости, наполненности, то Писание как бы повелевает нам быть в этом состоянии. То есть это то, что нам необходимо иметь. Это не какая-то сила, которая приходит извне. Смотрите, что я имею в виду. Радость не зависит от того, дает ли мне Бог ее или не дает. Очень важный момент. Не все это понимают и осознают. Радость это не какая-то сила или состояние, которое где-то там хранится. Вот представьте, что у Бога есть какой-то кувшин. Ну представим, да? В этом кувшине написано. Радость на этом кувшине написана. И он так смотрит и говорит, сейчас мы возьмем ложку радости или черпачок радости и зальем ее на эту общину. И вдруг в общине пробуждение, все радостные. Нету такого сосуда. То есть радость это не субстанция, которая хранится где-то у Бога и дается тем людям, которые заслужили вот этого излияния. Мы иногда говорим, Боже, излей свою радость. Излей свою радость. Но что мы имеем в виду, когда мы так говорим? И мы сами не знаем, что мы имеем в виду, правда? Мы говорим, вот типа излил свою радость. Но мы не понимаем. То есть мы говорим, Боже, возьми то, что от меня не зависит. Твою радость и принеси в мою жизнь. Вот если ты не принесешь, я не буду радоваться. Почему ты такой грустный? Бог не излил радость. Ну а что вы хотите? Ну я же попросил, а он не излил. Значит, я вот и хожу такой унылый. Ну так ты радуйся. Так он не изливает. Вот когда он изольет, тогда будет и хорошо. Но знаете что? В Писании мы нигде не встречаем молитвы о радости. Молитвы о радости. На самом деле. Вот потому, как мы говорили, Боже, излей на меня твою радость, и я буду радоваться. Это не то, что доступно избранным каким-то людям. И я вам хочу сказать, что само по себе понимание этих вещей может освободить очень многих из нас. Потому что мы склонны рассматривать радость как некую награду от Бога. Как некое благословение для тех, кто что-то делал очень хорошо и угодил, и правильное поведение было. И вот теперь он получает такой бонус. Знаете, хорошо помолился, получай радость. Хорошо попастился, получай радость. Дал денег каким-то бедным людям на какие-то поддержку. Получай радость и так далее. В общем-то список вот этого можно продолжать долго. Но правда в том, что это неправильный подход. Это не подход по Писанию. Потому что он основан на условной Божьей любви. Если то, то есть если ты будешь делать вот такие вещи, то тогда ты будешь радостным человеком. Тогда у тебя в сердце мир будет. А если не будет, ну так что ж ты, не серчай, не обижайся. Итак, мы с вами определили и запомнили, да? Источник радости это не то, что находится вне нашего доступа. Это не то, что приходит из стороны. Это то, что исходит из нашего внутреннего человека. Это наша реакция на определенные процессы, которые проходят вокруг нас. Причем, хочу вам заметить, это очень важный момент. Процессы эти могут быть как хорошие, так и плохие. Есть такие обстоятельства, когда повода для радости нет. Правда? Но мы переживаем все же эту радость. Было у вас такое? Было, правда? Ты смотришь на свою жизнь и думаешь, да чему тебе радоваться, глупый? Тебе плакать вот такими крокодилями слезами надо. А ты наполняешься внутренним удовольствием. Ну вот, мы решаем на самом деле, друзья, правда? Мы решаем, как нам реагировать на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Либо нам грустить, либо нам как-то унывать, либо нам реагировать на них радостью. Ну, давайте еще несколько примеров. Предположим, у меня заболел зуб. Никто не любит, когда у него болят зубы, правда? Можно внутри себя по-разному к этому относиться. То есть, есть явная проблема. И она не придумана, эта проблема болит тебя постоянно, и ты не знаешь, что делать. Ты можешь полезть в интернет и попробовать найти народное средство от борьбы с болью в зубе. Ну, часто так люди делают, правда? Кто так делает? Есть очень много хороших методов. Правда? Вот вы сейчас вспомнили все методы. Я чувствую прям. Сало кусочек приложить. Это не про еврейскую общину. Да. Тем не менее, самое как бы логичное, что нам приходит вообще на ум, это что? Пойти к врачу, правда? Но вы видели этих врачей? У вас хороший врач? Ну, хорошо. У Светы есть хороший врач, если что. Видите, мы уже узнали. Итак, можно пойти к врачам. Но все зависит от того, как мы объясняем себе этот поход. Правда? Можно идти как на убой. Чувствовали такое состояние? Ты идешь внутри, и внутри у нас происходит определенный диалог с собой. Мы разговариваем сами с собой. Когда мы вообще просто живем, мы разговариваем сами с собой. Мы идем такие и говорим, ну, это иногда осознанно, иногда неосознанно. Мы такие аргументы, иногда так видно, человек увлекается, и он сам собой, да, такой говорит, ну, я пойду к нему. Ну, эти врачи, они постоянно какие-то такие вот, то цену такую поставят. Они никогда нормально не сделают. Вообще, сколько раз я ходил, кстати, это правда, я сколько раз ходил, я постоянно, вот он делает укол и говорит, ну что, начнем? Какой начнем? Надо дать время хотя бы, чтобы укол заработал, да, и он зарабатывает, когда он заканчивает. Ты именно терпишь поначалу, да, и ты думаешь, не, не, подождите, доктор, давайте поговорим. Он говорит, да что говорить, давай лечить. Вас не болит, а меня болит, давайте подождем. Да, он говорит, нет, давайте начнем. То есть, и ты идешь, и ты вспоминаешь все эти истории, ты разговариваешь с собой, вот это они такие, никогда они со мной вот ненормально не начнут. Значит, постоянно они вот так вот, всегда они вот, вот, и ты, и ты, и ты приходишь туда, и ты их ненавидишь. Было такое у вас? У меня было. Было, было, я знаю, знаю, на самом деле. Но с другой стороны, друзья, бывают же и другие ситуации, правда? Когда у нас заболел зуб, и мы что делаем? Мы говорим, о, надо немедленно позвонить врачу, потому что, смотрите, есть проблема, а есть ее решение, и мы как бы проводим линию, и мы говорим, самое ближайшее решение этой проблемы, это не какие-то припарки непонятно из чего, это не полоскание непонятно чем. Сам, ты понимаешь, вот ты взрослый человек, ты понимаешь, что оно так не лечится, что кариес, он не зарастет. Вот, ну, ты помолился, но он все равно не зарос, поэтому надо и найти ближайшее решение. Самое ближайшее решение что? Пойти к хорошему врачу, правда? То есть, и ты настраиваешься по-другому, ты, для тебя врач, он перестает быть средством пыток. Врач, он становится средством освобождения. И когда ты бежишь к нему, ты думаешь, боже, быстрее бы к нему добежать, чтобы он не сделал этот укол, и быстрее решил, потому что на самом деле мы сейчас вот так вот немножко переживем вот этот дискомфорт, это будет неудобно, понятно, это неприятно, никому это не нравится, но тем не менее придет настоящее освобождение, правда? И отношения формируются совершенно другим. То есть, смотрите, и в том и в том случае, когда мы объясняем себе, и в том и в том случае проблема реальна, и мы не отрицаем проблему, мы не делаем вид, что ее не существует. Знаете, иногда мы говорим, типа, это радость, типа, отвергать реальность. Ну вот, как бы, вот давайте притворимся, что у нас все хорошо. И будем такие радостные, именно такие блаженненькие, знаете, как бы, вот именно так вот ходить, порхать и так всем. Абсолютно нет, проблема существует, мы ее признаем, но мы ее решаем. Мы идем к тому, чтобы максимально быстро найти способ закрыть эту проблему. Не жуем это в своей голове, не приводим какие-то доводы туда-сюда. Послушайте, есть проблема, надо решить. И когда мы осознаем, что вот так оно, оказывается, может работать... Послушайте, друзья, я уверен, что, понимая вот эти процессы, в нашей жизни будет больше радости. Все зависит от того, как мы истолковываем нашу жизнь. Реально. Позитивное мышление. Я верю, что верующий человек, это человек, который должен развивать в себе вот это позитивное мышление. И я верю, что Паша радостный человек. Да. Да. Всегда. Я верю в это. И посмотрите, если вы не знаете его, познакомьтесь, посмотрите на его жизнь, пообщайтесь с ним. Потому что он видит преимущества. Те, которых вы не видите, вы говорите, ну как же, может быть, вот, ну мы же видим, очевидно, да, все сложно. Да, все сложно, я понимаю. Я все сложно. Я как-то со своей дочкой говорил. Она, смотрю, на ночь булку какую-то с маслом ест. Я говорю, смотри, поправишься. Она говорит, ничего страшного, зато в аквапарке на горках разрешат кататься. Ну там по весу не пускают на некоторые горки, да? Она говорит, ну ничего, зато буду на горках кататься. Логично. То есть вопрос в истолковании. И булка приносит радость, правда? Либо ты кушаешь ее с чувством вины и думаешь, вот это, короче говоря, ну ты молодец. Вот так продолжай, продолжай. И то, то, то. И ты будешь вот таким и всяким. А думаешь, ну ничего страшного. Большого человека должно быть много. Это, ну, то есть я не говорю о том, что это действительно правда, что его должно быть много. Всего должно быть в меру. Но я говорю о способе истолкования событий, друзья. И верующие люди, как и обычные люди, они также истолковывают события, с которыми сталкиваются. Но есть один интересный момент. Мы, как верующие люди, имеем возможность опираться на Бога, который также смотрит на этот мир, который имеет определенные отношения. То же самое, друзья, когда касается каких-то духовных вещей. Например, человек согрешил. Мы все согрешаем периодически. Это не новость. И вот какие процессы могут проходить в нашем мышлении? Вот мы согрешили старым таким любимым грехом каким-то. Ну, с которым мы боремся. Ну, так вроде как боремся. Но никак не можем его победить. Что мы будем говорить внутри себя? Какие обычно у нас диалоги? Снова, да? Снова ты согрешил. Но это неудивительно. Неудивительно. Потому что ты, и ты начинаешь себя раскатывать и вдоль и поперек чувством вины. Потому что ты никогда не можешь остановиться вовремя. Потому что ты всегда вот не можешь закрыть свой рот. Потому что ты вот постоянно вот говоришь, надо тебе влезть туда. А вот если бы ты, и ты и так, и сяк, и так, и сяк. И ты просто вот опускаешь себя ниже плинтуса. Ты никогда не можешь закончить начатое. Ты всегда вот это забываешь. И так далее, и так далее. И знаете, что происходит в этот момент? Мы не решаем ситуацию на самом деле. Мы просто себя мучаем. Потому что унизить себя в своей голове, это не решение ситуации. Потому что унизить кого-то другого, это тоже не решение ситуации. Мы просто себя вот так вот опускаем, опускаем, опускаем. И ни о какой радости не может идти речь. Давайте по-другому посмотрим. Как бы разница просто в мышлении. Я согрешил. Это проблема, очевидная проблема. Я согрешил уже не в первый раз. Я это знаю, даже знают разные люди об этом. И, возможно, я зависимый человек, и мне сложно. Но хорошая новость в том, что Бог-то знает и любит меня. Несмотря на то, что я согрешил уже вот столько раз. И более того, хорошая новость для меня в том, что Он полюбил меня даже, когда я был неверующий человек. А я тогда грешил еще больше. И вообще, я просто с утра до ночи тогда грешил. А сейчас я хотя бы борюсь, я хотя бы переживаю. И я думаю о том, как бы остановиться во всех этих моментах. Хорошая новость в том, что я сейчас попрошу прощения, и Он меня простит. Хорошая новость в том, что Он действительно меня простит. Осталось только мне самому себя простить. Не наказывать вот этой печалью, а принимать Божье освобождение. Чувствуете разницу, да? Одно и то же событие. Но мы истолковываем его по-разному. Одно и то же событие. Но мы даем разную оценку тому, что мы видим и с чем мы сталкиваемся. Я верю, я верю, что Божий взгляд на человека, он более позитивный, чем мы сами на себя смотрим. Просто реально, даже вот в этом примере с грехом. Бог смотрит на нас, как на детей, которые согрешили и которых Он хочет простить. Мы смотрим на себя, как на последних грешников, которых нужно наказать. И мы наказываем себя. Мы лишаем себя каких-то вещей, мы лишаем себя шалома, мы лишаем себя радости, мы лишаем себя каких-то, знаете, такого внутреннего покоя, потому что я же согрешил, я не могу радоваться, правда? Нужно плакать. Так положено всем кающимся. Послушайте, я не принижаю важность и проблему греха, точно так же, как и важность и боль, и зубная боль. Это больно, я все понимаю, я не призываю отвергать реальность, я призываю решать ее по-другому. Не уходить в самоуничижение, не уходить в самое, знаете, в самый низ. Более того, я хочу вам сказать, друзья, знаете что, глядя на нашу жизнь, мы мало что знаем. Хотите верьте, хотите нет. Сталкиваясь с какими-то людьми, мы оцениваем их поступки, но мы мало что знаем о их жизни. На самом деле. Я помню, как-то видел такую фотографию метро, и там получается так вагон, фотография просто метро, и сидят люди. Сидят люди, сидят мужчины на лавочке, и сбоку, повернувшись к ним спиной, стоит беременная женщина. Может быть, вы видели эту картинку. И, ну, вот как бы, вот так вот, что можно сказать об этой картинке? Много можно сказать, правда? Какие эти мужики плохие, правда? Как это возможно? Ведь это бедная девочка, ведь то и все. Ну, можно много сказать, и понятное дело, что легко обвинить всех их троих. Но интересно, что на этой картинке было, как бы, подписи. Над каждым человеком была небольшая ремарка. И там было написано. А там, ну, там вот они сидят по-разному, эти мужчины. Один смотрит вниз, другой в сторону. И там написано, да, например. Это металлург Василий. Отработал 12 часов смены. Засыпает. Никого не видит. Ну, это там, например, Петр. Девушка стоит к нему спиной. Он не видит, что она в положении. Поэтому он не замечает ее. Другой там студент такой-то писал всю ночь курсовую. И тоже засыпает. Понимаете, да? Я так посмотрел, думаю, какое удивительное объяснение. Но уловите суть. Мы сталкиваемся с людьми, и мы говорим, злодей. Что мы знаем о его жизни? Всегда ли он злодей? Злодей. Мы говорим о каких-то процессах, которые проходят вокруг нас. И мы говорим, о, это плохое государство. Да неужели? Всегда плохое государство. Виновата в том, как выглядит твоя жизнь. Во всем. Это учителя. Это медицина. Это там то-то-то. Мы быстро клеим ярлыки, друзья, даже не вникая в суть. Даже не понимая контекста вообще этой ситуации. Просто. Ты сталкиваешься с каким-то таксистом, он рассказывает, как нужно править этим миром. Он рассказывает, как нужно изменить экономику. Просто сейчас он вынужден работать еще в такси. Но он все знает. Он все понимает. Вот мы вот так вот сталкиваемся и говорим, да ты просто вот так вот. Делай вот это и все будет хорошо. Ты не знаешь, с какими вызовами сталкивается каждый человек в какой-то период времени. Поэтому знаете, как говорят, всегда будьте вежливыми. Всегда. Потому что вы не знаете, что происходит в жизни этих людей. Итак, вопрос нашего истолкования. Вопрос того, как мы смотрим на какие-то обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся. И вы знаете, ситуация одна, но результат разный. Если мы унижаем себя, мы получаем стыд. Если мы смотрим на ситуацию Божьими глазами, знаете, какое слово приходит в нашу жизнь? Приходит надежда. Когда я говорю, что я грешник последний и на мне можно точку ставить, мне стыдно и все плохо. Но когда я говорю, что я возлюблен Богом и Он прощает меня, приходит надежда. Один и тот же грех, одна и та же ситуация. Совершенно разный результат. Совершенно разный результат. Надежда, друзья, наполняет смыслом нашу борьбу. Когда у нас есть надежда, что мы можем когда-то измениться. Когда у нас есть надежда, что мы можем пройти дальше. Когда у нас есть надежда, что не все закончено. Что пока мы живы, у нас есть возможность что-то менять. У нас будут силы бороться. У нас будут силы что-то изменять. Вы знаете, я читал когда-то статью о верующих людях, которые попали во время Отечественной войны в концлагеря. Были такие. И вы знаете, что всем было одинаково плохо. Били всех. Правда? Убивали всех. Ну, как бы не будем говорить, все знают, что такое Холокост и как это выглядело. Но верующие держались дольше всех. Почему? Надежда. Когда потом с ними разговаривали, они говорили, мы знали, что есть Всевышний Бог, который... Мы не понимаем, почему Он допустил. Мы не осознаем причины, по которой мы проходим все вот то же самое, что эти люди. Но мы верим, что есть возможность, что в нашей жизни произойдет чудо и все изменится. Мы верили, что в нашей жизни мы сможем пройти дальше. И даже если мы погибнем, ничего страшного. Потому что мы знаем, что Он держит наши жизни в своих руках. Мы знаем, что Он не допустим никому из нас умереть раньше времени. Что волос нашей головы не упадет. Как это совместить со всем тем, что мы видели, это сложно понять. Но тем не менее, надежда давала возможность выжить. И вы знаете, что? В те моменты абсолютно не важно было, как человек выглядел физически. Насколько он был крепкий, насколько он был образованный. Был это мужчина или женщина, абсолютно не имело значения. Потому что важен был этот внутренний стержень. который давал возможность истолковать происходящее по-другому. Сложно? Да, конечно. Послушайте, ну, не о чем говорить. Очень и очень и очень сложно. Возможно пройти? Возможно. Возможно. Итак, друзья, мое мнение такое. Я думаю, что наполнение радостью или горем зависит от того, как мы объясняем в себе происходящие с нами события и как мы их оцениваем. Еще раз. Величина нашего горя, а также величина нашей радости зависит от того, какую оценку мы даем происходящим с нами обстоятельствам. Вам могут сделать подарок, но вы можете быть очень сильно расстроенным. Правда? Ну, что-то не пошло. Что-то не понравилось. Вам могут, вас могут что-то забрать, но вы можете радоваться. И вы помните, как в Деяниях написано о том, что мы слышали о вашей вере. Когда расхищали ваше имение, вы радовались. Чему радоваться? Тут надо возмущаться, тут надо плакать, тут надо Богу говорить, ай-яй-яй, почему ты так меня покинул? Что же ты там оставил? И так далее. Мы слышали о вашей радости. Логично это? Да, конечно, нет. Но если мы истолковываем это с точки зрения Божьих перспектив, все меняется, приходит надежда. Окей, было, нету, Бог даст еще. Помните, как Иов столкнулся с такими обстоятельствами? Он говорит, Бог дал, Бог взял, да будет имя его прославлено. И сатана, который на это все смотрел, посмотрел и сказал, да, не сработало. Вот если бы он начал роптать, если бы он начал давать другую оценку, это я виноват, это у меня вот такая жизнь несчастная, конечно, я заслужил. Иов не впадал в эти крайности. Иов давал другую оценку происходящему горю. И он держался, и он говорил, Боже, я хочу поговорить с тобой. Вот знаете что, друзья, это хорошо, вы классные ребята, вы меня поддерживаете местами, но я хочу поговорить с Богом, потому что он тот, кто на самом деле знает, в чем суть ситуации. Он тот, кто действительно может дать ответ, он тот врач, который производит по-настоящему эффективное действие в моей жизни. Итак, друзья, если наша оценка критична, если мы критикуем, если мы пессимистичны в том, с чем мы сталкиваемся, как правило, это приводит к обвинениям и разочарованиям в нашей жизни, это приводит нас к депрессии и отверженности, внутренней отверженности. Если мы даем позитивную, реалистичную оценку, мы находим способы, как решить эти вопросы. Люди, друзья, которые имеют надежду, всегда получают больше, чем те, кто ее не имеют. Запомните это всегда. Поэтому я говорю часто, всегда просите скидки, везде, куда вы идете. Везде, где вы идете, всегда просите скидки. Почему? В крайнем случае вам откажут. Вы и так не имеете, если не попросите, правда? Тоже мне большое дело. Но намного чаще вам будут давать. Где 5%, где 10%, где какую-то, знаете, льготу, где какую-то не льготу. Я вам серьезно говорю. У меня дома есть вот такая вот пачка визиток. Может быть, вы ее видели. Скидок. В самых неожиданных местах. Даже там, где не торгуются. Оказывается, можно попросить скидку, и она будет. Надежда, правда? Надежда всегда получает больше, чем те, кто не просит. Итак, я считаю, что ключом радости, друзья, является умение видеть этот мир глазами Бога. Еще раз, я считаю, что ключом открытия вот этой внутренней радости, еще раз, это не то, что приходит от Бога. Это не субстанция, которая изливается в нашу жизнь. Это то, что мы открываем внутри нашего сердца, является умение видеть мир глазами Бога. А как он видит этот мир? Он видит его реально. И, знаете, вот я думаю, что Бог где-то в каком-то смысле смотрит на людей и говорит, создам я людей. Хорошие творения. Хорошо. Да, Писание говорит, хорошо, хороший человек. Но они будут согрешать. Но они очень хорошие. Я считаю, что они настолько хорошие, что я даже за них цену заплачу. Да, пускай они много раз будут согрешать, и я буду прощать. Даже я могу их наказать. Но все равно я потом их прощу, потому что они хорошие. Мне нравится это творение. Это взгляд Бога, друзья. Это взгляд Писания. Мы когда говорим, ой-ой-ой, нас надо не просто отвергнуть. Мы себя отвергаем, мы отвергаем друг друга, мы бьем друг друга, мы пинаем друг друга. И говорим, ты такой, ты сякой, ты пятый, десятый, ты так поступил со мной. А так ли это было вообще? Может быть, мы себе так интерпретировали? Может, мы себе так представили? Может, мы просто так посмотрели и сказали, вот так? А может быть, можно глянуть на эти вопросы по-другому? Может быть, можно посмотреть и сказать, ну, может, человек просто не успел? Может, человек просто забывает? Может, человек просто вот у него что-то происходит? Мы же не знаем, правда? Мы не знаем. Я помню, как-то пастор Уоллан рассказывал на ретрите несколько лет назад, о том, что они пришли со своей женой в ресторан, и там была официантка, которая очень плохо их обслуживала, просто плохо обслуживала, вот так, всяк. И он говорит, я был настолько возмущен, что я говорю, позовите менеджера, сейчас я буду жаловаться, хотя он сам человек спокойный. И пришел менеджер и говорит, послушайте, вы правы, она сейчас вот такая, но просто она пришла на эту работу, потому что она похоронила сегодня утром мужа, у нее трое детей, и она пришла на работу прямо с похорон, потому что ей нужно теперь самой заботиться об этих детях. И поэтому она не может собладать с собой, со своими эмоциями. И он говорит, что меня это сильно, очень сильно коснулось, говорит, я оставил ей больше чаевых, чем нужно оставить в таких моментах, потому что он узнал историю человека. Он узнал на самом деле, что за кулисами каких-то процессов. Мы нетерпеливы друг к другу, правда? Быстро, ты такой, ты всякая, ты всегда, ты постоянно, ты никогда, постоянно у тебя что-то там не то. Друзья, Божий реализм, он другой. Он знает, что с каждым человеком происходит. И он говорит, я понимаю, поэтому я хочу быть долготерпеливым, я хочу быть многомилостивым, я хочу быть прощающим, я хочу быть отвечающим. Я не отрекаюсь от тебя. Я буду работать с твоим сердцем, потому что ты важен для меня. Это Божий взгляд, это Божий реализм, это Божье сердце по отношению к людям. Друзья, я верю, что нам необходимо развивать в себе это мышление. Мышление Божьего оправдания, как для себя, так и оправдания для других людей. Можно сказать, как их можно оправдать? Давайте скажем так, я не все знаю. Возможно, сейчас на этого человека влияют такие обстоятельства, что он по-другому не может. Но вот, да, это все сложно. Но давайте будем молиться за него, давайте будем ожидать, давайте будем искать к нему подходы, давайте будем как-то пробовать найти отношения с этим человеком. Итак, друзья, интерпретация, то, как мы объясняем себе, все происходящее с нами или с другими людьми, решает очень много. Не дождь решает, какое у нас будет сегодня настроение, мы сами решаем. Влюбленные люди танцуют под дождем, и он им не мешает, правда? Потому что они думают о другом. Дети, которые выходят, лепят снеговика и кувыркаются в холодном снегу, они рады и счастливы. Почему? Потому что они видят снег не как проблема, мы можем выйти и сказать, что за белая гадость какая-то такая лежит, да? Они видят это как повод к радости, повод к тому, чтобы посмотреть на это по-другому. Поэтому, когда нас обижают, когда кто-то делает это уже далеко не в первый раз, вы знаете, мы очень сильно искушаемы наговорить много слов. Я называю эти слова вот из таких категорий, слова «всегда», «постоянно» и «никогда». Слышали такое, да? Большинство конфликтов, которые вы разбираете, они построены вокруг этих собирательных слов. Ты всегда делаешь вот так, ты всегда не делаешь вот так. Ты постоянно относишься, не относишься, забываешь, понимаете, да? Ты никогда не звонишь, никогда не спрашиваешь, никогда не благодаришь и так далее. То есть всегда, постоянно, никогда. Знаете, я хочу вам сказать правду об этих словах. Это брехня. На самом деле, это неправда. Истина об этих словах, это неправда. Но мы оцениваем так. Мы говорим, никогда это государство о нас не заботится. Это неправда. Возможно, не так, как бы вы хотели. Еще надо вопрос понять, что вы хотели, что вы предложили как член этого государства. Что вы делаете? Пускай они заботятся. Ну, хорошо, налоги ты заплатил. А что я буду платить? Ну, так а что ж ты ожидаешь, что я тебе буду так сильно заботиться, да? Что ты... Ну, то есть мы хотим в нашу сторону, но со своей стороны ответственности мы говорим, не, не, подождите, вы должны. Знаете что? Мы все должны. И та сторона, и наша сторона, и у каждого есть свой взгляд. Но когда мы используем, когда мы используем эти слова всегда, постоянно, никогда, это убивает надежду. Это убивает радость. Это приносит стыд и обвинение. И я думаю, что Бог, смотря на наши поступки, на наши грехи, которыми мы согрешаем, Он говорит, скорее всего, таким образом. Он сегодня старался больше, чем вчера. Он сегодня в лучшем состоянии, чем год назад. Два года назад Он умирал от наркотиков, но сегодня Он уже ходит каждую субботу в общину. Это хорошо. Аминь. Раньше Он не мог вот это сделать, а сейчас уже делает. Раньше Он вообще не знал, что существует Библия, а сейчас Он хотя бы читает ее вот здесь с экрана во время служения. Уже неплохо. Уже неплохо. Вы видите, как растет этот человек? Мы говорим, да что он там растет? Господи, я почитаю Библию за три месяца. Послушай, ты молодец. Возьми пирожок. А Он не может. Он не может. У него другой прогресс. У него другой этап в жизни. И нечего сравнивать свою жизнь с его жизнью. Ты не жил в его обстоятельствах. У тебя не было тех родителей, которые были у него. Тех финансов, которые... Или там не было этих финансов. Мы не знаем ничего друг о друге на самом деле. О тех внутренних процессах, которые мы проходим. Но мы говорим всегда, постоянно, никогда. Неправда это все. Избегайте этого. Друзья, это неправильное мышление. Это мышление приносит осуждение, стыд и вину. И это не Божий взгляд на человека. Потому что Божий реализм признает проблему, но показывает путь. Показывает о том, что есть живому человеку надежда. Все можно объяснять по-разному, да? Ты приходишь где-то, ты говоришь, я не умею танцевать вообще. Когда выхожу где-то танцевать с женой, как носорог просто там ношусь по залу. С другой стороны, понимаете, можно просто объяснить эту, ну я еще не научился. Я вот раньше вообще стеснялся куда-то выйти, а теперь я могу это сделать. Или там ты говоришь, постоянно я не могу с людьми как-то ладить. Что у меня вот, вечно я какой-то такой странный как-то там вот, постоянно ругаюсь с ними. Или там не ладится. Нужно посмотреть и сказать, слушайте, ну, все же раньше я вообще дрался с ними, а сейчас я уже хоть разговариваю. Позитив, правда? Раньше я их бил сразу, а сейчас я их хотя бы дослушиваю до конца, пока они там что-то договорят. Ну, бью уже реже, уже намного реже. Или там, например, вы заходите в магазин и говорите, о-о-о, так короче, всегда у меня нет денег, не могу это купить. Правда? Можно сказать по-другому, ну, сейчас у меня нет денег, но когда-то я смогу это купить. Чувствуете разницу, да? Ну, как бы, или там, сейчас я не нуждаюсь в этом. Если ты действительно в этом не нуждаешься. Если нуждаешься, ты говоришь, когда-то купишь. Все вот здесь, и ты ушел нераздавленным, таким бедным, знаете, никому не нужным человеком. Ты ушел человеком, который когда-то все изменит, да? Следующее, что нужно делать, пробовать это изменять. То есть взять ответственность за свое состояние. Может быть, работу найти, может быть, вторую работу найти, может быть, третью работу найти. Ну, а что делать? Правда? Хочешь, надо как бы стремиться. Надо стремиться. Не объяснять себе постоянно всю жизнь о том, что это невозможно. Итак, давайте посмотрим одно местописание. Псалом 117, 13 стих. Для тех, кто не читает Библию, это хороший момент прочитать немножко. Вот, чтобы вы не чувствовали себя смущенно. Итак, Псалом 117, 13 стих. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь – сила моя и песнь, Он сделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников, десница Господня творит силу. Десница Господня высока, десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь». Видите, да? Человек признает свою проблему. Он говорит, строго наказал. Было за что? И он его наказал. «Но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот, врата Господа, праведные войду от них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа. И езди в новочах наших. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвизделимся вонны. «О Господи, спаси же, о Господи, поспешествуй же, благословен грядущий во имя Господне, благословляем вас из дома Господне. Бог, Господь, и осиял нас, вяжите верами жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя, Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Посмотрите, что человек говорит. Знаете, что это? Это речь верующего человека. Я падал, я получил хорошенько от Господа. Открывайте ворота, я в церковь иду, да? Я в храм Божий иду, я иду в Божие присутствие. Приносите, давайте жертву принесем, давайте прославим Его. Потому что есть надежда для меня. Я живой. Да? Проблемы? Проблемы, да, сто процентов, у кого их нет. Но я живой, Он меня простил. В очередной раз. Представляете? В очередной, я знаю, что Он еще простит. Я буду стараться не делать, но вы же меня знаете, я всяко могу вытворить. Правда? Но Он меня все равно будет прощать. Он все равно не оставляет меня. Они толкнули меня, Он здесь с самого начала говорит. Толкнули. Но Бог меня поддержал. Замысл был в том, чтобы уничтожить меня. Но я живой. Иду в храм. Приносить жертвы. Радоваться перед Господом. Смотрите, 41-й псалом, давайте посмотрим, 9-го стиха. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песни ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Скажу Господу, заступнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я сетую хожу от оскорблений врага. Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день. Где Бог твой?» То есть он говорит, что я переживаю определенную сложность. Есть те, кто давит на меня, враги, говорят, где твой Бог? Он говорит, что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Уповай на Бога. Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. То есть он говорит, есть проблема, но я говорю тебе, душа, уповай, потому что есть надежда. Есть спаситель, есть тот, кто выйдет навстречу тебе в этих сложных обстоятельствах. И последнее место. Экклезиаста, 9 глава, 4 стиха. «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердце вино твое, которое Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не оскудевает елей на голове твоей. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». Видите, да? Есть проблема, но пускай елей, он всегда будет на тебе, пускай запах этого елея исходит от тебя, пускай одежда, у тебя не будет одеждой траура, но пускай это будет белая одежда, одежда радости. И это наше благословение, друзья. Для нас сегодня день благословения. Мы живы, мы пришли на служение, мы есть друг у друга. Если Бог позволит, мы сейчас будем участвовать в хлебопреломлении, и это очень хорошо, очень хорошо, потому что старое проходит, и есть еще будущее для нас. Поэтому я еще раз хочу вам сказать, сталкиваясь с вызовами в вашей жизни, вы можете выбрать осуждение, вы можете выбрать всегда, постоянно, никогда, либо вы можете выбрать Божий взгляд на ситуацию. Не спешите давать оценку, не спешите клеить ярлыки, потому что вы не знаете все на самом деле о всех, о всех причинах. Помните, что вам очень много прощается, поэтому попробуйте прощать других. Вас принимают в очень печальные моменты вашей жизни. Принимайте других в их слабостях. Я понимаю, что это вызов, но такое мышление намного лучше. И знаете что? Я абсолютно уверен, что через время вы увидите, что радости стало больше, потому что радость, она приходит как результат вашего взгляда на мир. Осознавая, что есть тот, кто идет вместе с вами в вашу жизнь, что если вы живы, есть надежда и есть возможность дойти до конца и победить. Смерть и смерть это не предел, потому что мы знаем, что мы приняты Господом. Мы знаем, что Он ожидает нас в этой радости. Аминь. Давайте помолимся все вместе и поблагодарим Его. Боже, мы очень Тебе благодарны за то, что Ты принял нас. Мы очень благодарны Тебе, Господи, что в моменты поражения, в моменты каких-то, Боже, отступлений в нашей жизни, Господь, Ты по-прежнему, Боже, обращаешь свое лицо к каждому из нас и даешь нам надежду. Прощая, принимая, любя нас, заботясь о нас, Господи, мы очень сильно Тебя благодарим, Господи. И мы просим о том, чтобы Ты научил нас отходить от этого мышления осуждения, отходить от этого мышления, Господи, приговоров, таких вот просто ярлыков и такого, Боже, развития и в себе, и в других, чувства вины, Господь, и непрощения. Боже, помоги нам отходить от этого и принимать Твою реальность. Мы не хотим отрицать проблему, но мы хотим ее решать. Решать ближайшим способом, Господь. Не какими-то, Боже, самолечениями, не какой-то ерундой, Господь, но мы хотим, Боже, научиться принимать от Тебя, Господь, смотреть на мир более широко, более, Господь, глубоко. Более качественно, духовно качественно, Господь. И без обвинения, без обвинения радоваться сегодняшнему дню, Господь. Знаю, что мы приняты Тобой. Благословляем Тебя, Господи. Велик Ты, Велик Ты, Господь, дарующий радость. Велик Ты, Господь, наполняющий нас, Господи. Велик Ты, Господь, приходящий в нашу жизнь. Велик Ты, Господь, откликающийся на наши молитвы. Велик Ты, Господь, заботящийся о нас и о наших детях. Велик Ты, Бог, который есть над всеми процессами в этом мире, Господь. Мы просим о том, чтобы Ты благословлял нас. И мы просим о том, чтобы Ты помог нам. Помог нам с радостью, в ликовании, в шаломе Твоем. Бежать к Тебе, к престолу благодати. И наслаждаться этой помощью, наслаждаться этой поддержкой. Наслаждаться, Господь, Боже, Твоим принятием. Наслаждаться Твоей любовью, Господь. Которая одинаково сильна для нас, Господь. Как в дни наших побед, так в дни наших поражений, Господь. Ты великий Господь. Мы благословляем Твое имя. Ты тот, кто был, есть и будет. Мы благословляем Тебя, что Ты не забываешь народ Твой, Господь.